Девушки отдыхают Агольные подыходы до миграционной политики союзной державы обмерковали у Гродни С причины мостной спеки, спрагнозована до плюс 35, объявлены оранжевые узровы небезпеки 30 годов тому в нашей стране была увидена посада президента Республики Беларусь До того, все головные решения Украины належали парламенту, Верховному Совету В 1994 году была принята Конституция и в першиню истории Беларуси увидена посада президента През два года выникло всенародные подтримки на референдуме, уносятся поправки у основный закон Икраина становится президентской республикой Средо таких Беларусь одна из самых молодых И тем не менее ее достигнений уже увайшли у подружники по истории Первые президентские выборы в нашей стране отбылись 10 липня 1994, что стало днагодой для означения селета 30 годов института президентства, який протягивает динамично развиваться И он отлюстровывает дух и потребование часу Институт президентства Беларуси под керовницей Александра Лукашенко выступает важным механизмом для принятия стратегичных решений и проведения реформ, которые соединяются к развитию Украины Президент застается неазменным лидером и гарантом того, что Беларусь живет под мирным небом А усе законы, декреты и иншие державные документы прымаются выключенно с метой захованием миру и спокою на ее территории, деля повышение добробыту ЕЕ ЖХРУ Об узгоднении подыходов у миграционной политики союзной державы говорили на посаджении Угродня Это уже 21-я сострешена рада представников рабочей группы Беларуси и России, которая проводится что год с метой формирования один для двух краин миграционной просторы Попередняя пройшла в Москве у шервене 2023 года Узельники посаджения Угродня – представники Министерства внутренних справ Беларуси и России Баки подписали погоднение об установлении норм и правилов пересечения границ неполнолетними детьми Узаемным признании виз на территории краин, свободным перемещении грамадян, які займаются предпринимательской деятельностью И по інших питаниях, связанных с уездом на территории краин-удельниц договора об створении союзной державы В декабре текущего года будет 25 лет со дня подписания соглашения о создании союзного государства Вектор наших взаимодействий определили наши президенты И в рамках этого вектора мы поддерживаем все решения, которые приняты нашими руководителями В том числе и по созданию единого миграционного пространства Республики Беларусь и Российской Федерации Но создавая условия и удобства как для граждан наших государств, так и третьих стран Мы в первую очередь обязаны думать о безопасности на территории союзного государства Для этого приняты ряд соглашений, которые позволят аккумулировать базы данных дактилоскопической информации Оперативной информации по специальным каналам связи Что даст рычаги правоохранительным структурам наших стран Минимизировать, во-первых, и исключить в последующем все негативные тенденции Опыт взаимодействия, в том числе и с Республикой Беларусь Сегодня позволил нам уже в течение полутора лет фиксировать снижение преступлений Совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами И количество граждан иностранных государств, которые совершают это преступление Это требования наших президентов и населения наших стран У ходе посаджения у Гродня так само были узгоднены подыходы по организации системы мониторингу Миграционной ситуации на территории союзной державы Удельники сустречи отзнашили взаимную затековленность у активизации дальнейшей суместной работы По спиненне канала у незаконной миграции А так само обмерковали реализацию шергу двухбаковых российско-белорусских погоднений До приклада таких, які дозволят аккумулявать базы данных доктовоскопичной информации Это в свою шаргу даст рычаги правоохоунным структурам Минимизовать негативные тенденции у миграционным процессе Баки так само проинформовали один одного об изменениях у национальных законодавствах у ответной сферы Заседание межведомственное по миграционным вопросам было создано в 2003 году И каждый год проводим данное заседание, в ходе которого решаются вопросы миграционной политики На сегодняшний день уже действительно было отмечено, что количество преступлений среди иностранных граждан снижается Также и в Республике Беларусь необходимо это отметить И с российской стороной также решаются вопросы по пересечению иностранных граждан границ союзного государства Хотелось бы отметить, что именно на данном заседании мы в ходе крайнего вопроса Произошел у нас обмен опытом законодательства как с российской стороны, так и с белорусской стороны Мы приняли очень много таких интересных моментов, на которые необходимо будет обратить внимание Будем все это продумаем, проработаем и в ближайшем будущем, скорее всего, что будем выносить на рассмотрение в правительство и в парламент Республики Беларусь Будем прорабатывать вопрос, это дактилоскопия иностранных граждан В Российской Федерации этим вопросом занимается непосредственно именно подразделение гражданства и миграции У нас же занимаются иные подразделения Поэтому, может быть, есть необходимость, пока изучим опыт Российской Федерации Чтобы наше подразделение, департамент по гражданству и миграции, также имело возможность заниматься дактилоскопией иностранных граждан Данное заседание, оно проходит ежегодно То есть, в следующий год, ориентировочно также в июне, мы будем уже в Москве обсуждать наболевшие вопросы Вопросы в течение года поднимаются, мы их рассматриваем, эксперты, в течение двух дней эти вопросы И уже непосредственно заседание, в ходе оглашения, приходим к общему знаменателю На фоне двух руководителей России и Беларуси Гродинская область практически завершила уборку азимого ячменю На вечер 10-го липня сжата амаль 100% площадь, а сё лету в июне под эту культуру ответина больше за 34 тысячи гектаров При урожайности амаль 46 центнеров с гектара намолочено 155 тысяч тонн зерня азимого ячменю Традиционная большая за среднеобластную яна в Гродинском районе 68 центнеров с гектара Больше за 50 центнеров с гектара урожайности у Карелецким, Береставицким и Вороновским районах Зараз у господарка Гродиншиной силы накерованы на уборку азимого рапсу У гэтым годзе яна, який у ситуации с ячменем, пачалася на 10 дзен раней Гэтой культуры уроге июне сжата 13% от запланованных 69,5 тысяч гектаров У лидерах по темпах работы за Эльвенске и Береставицке районы, дзе убрана отповедна 38 и 34% площа у Зрабсам Урожайность черного золота палю агрария у Радуэ яна больше за 37 центнеров с гектара Поступового приема не пачынаюць и уборку інших культур До массового жнива планыцца приступить у канцы гэтага тыдня або пачатку наступнага Что тысячи лидеров уборки, то уроге июнь ес не тольки першы комбайнер-тысячник Сергей Шантер з СВК Гродинский, але ўжо и першы водитель-тысячник Им стал Мирослав Балинский з КСУП, экспериментальная база пагородна Вороновского района 540 немецких монет из выявы фашистской свастыки, каля 60 серебрных розной вартости Такі скарпы выявили супразовники Гродинской мытні у пункте пропуску Каменны Лох Автомобіль Вольва ў Беларусь прыбыў з Литвы Пры проведзені контролю ў кабіне Великогруза мытніки знайшлі металічны грошовыя знаки 540 немецких монет в Германии часо ў Третьего рейха с фашистской свастыкой Кожная вартостю ў две рейхсмаркі А так само каля 60 серебрных монет розной вартости Пры гэтым раніў водитель 30-гадовы грамадзянин Беларусі Заявляў, што товару, які падлягаў декларованню, ён не перавозіць Стоимость монет оценена в 45 тысяч беларуских рублей Гражданін уплатил порядка 5 тысяч беларуских рублей штрафа В соответствии с частью 4 статьи 15.5 Кодекса административных правонарушэннях Республики Беларусь В связи с попыткой перемещения монет с изображением фашистской свастики В действиях водителя усматриваются признаки преступлений По статье 341 ч.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь Пропаганды или публичное демонстрирование Изготовление распространения нацистской символики или атрибутики Материалы дела переданы в Ашмянске РУВД Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия Гродинский транспортный прокурор покинул безмен меру стремания Заключение под варту о дочинении до грамадянки России В мае этого года и она, как пассажир рейсового автобуса Накировалась из Литвы в Беларусь При догляде у республиканским пункте мытного оформления каменный лох У женщины были выявлены забороненные сродки В ходе таможенного контроля сотрудники Гродинской региональной таможни В личных вещах женщины обнаружили не менее 0,7 грамм гашиша и 25 грамм марихуаны На момент совершения преступления иностранка находилась в состоянии Вызванном потреблением наркотических средств После изучения материалов уголовного дела В Гродинской транспортной прокуратуре пришли к выводу Об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств В полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений Обвиняемый инкриминированно незаконное перемещение Через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств А также их хранение и перевозка без цели сбыта Избранную ранее в отношении обвиняемой меры пресечения Гродинский транспортный прокурор оставил без изменения заключения под стражу Специалисты вызначают причину сгорания грузового автомобиля У агрогородку Бинякони Вороновского района Гэты пожар у транспортным сродку стал 43-му селетней статистицы областного управления МНС Личба меньшая за леташнюю, надшатыры, однак вогненные здарыни с машинами Усе ровно выкликают за непокойность работников Министерства по надзвышайных ситуациях Наиболее часто их причина – короткое замыкание электропроводки Каб позбегнуть у сгорания, выратывальники раять аутоуладальникам сошить за станом своих транспортных сродков Своя часовая проходит техничный огляд и ремонтовать ауто только у специалистов Если автомобиль загорелся, не медлите и принимайте меры по его тушению Вызывайте спасателей по номерам 101 и 112 Пока они в пути, приоткройте капот и в появившуюся щель вставьте раструб огнетушителя, чтобы сбить пламя Только после этого капот можно открывать Если автомобиль загорелся на стоянке, примите меры, чтобы защитить рядом расположенное транспортное средство Постарайтесь откатить их на безопасное расстояние или поливайте водой во избежание их возгорания Если не удалось справиться с пламенем в течение первых нескольких минут Отойдите от автомобиля на безопасное расстояние и ожидайте прибытия спасателей Оранжевые взрывы небеспеки с пришиной мостной спеки объявлены в Беларуси на 11 липень По прогнозу, хуже сверх по Гродненской области поветро прогреется до плюс 30-34 градусов, а местами и до 35 11 июля погодные условия в основном будут определять область повышенного атмосферного давления, сформированное в очень теплом воздухе Днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы Атмосферное давление будет слабо падать По Гродненской области ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы Ветер юго-восточный, при грозах порывы до 14 метров в секунду Температура воздуха минимальная ночью плюс 15-20, максимальная днем плюс 30-34, местами плюс 35 градусов По городу Гродно, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза Температура воздуха минимальная ночью плюс 18-20, максимальная днем плюс 32-34 В пятницу и субботу снижение температуры не ожидается Ношу по области будет до плюс 22, а у денные годины до 32-34, выше за 0, местами навод до 36 У такую хорошенью медики райотекмага меньше находятся на улице Супросовники дают просить устрематься от долгих поездок на автомобиле А воротовальники нагадываются о правилах по воде на воде Аматорам прогулок по лесу, першим отправиться у дорогу Необходно поглядеть интерактивную карту, размещанную на сайте Министерства лесной господарки Або Министерства по надзвышайных ситуациях На сегодня мальва у всех районах при нема не увидено обмежевание на наведывание лесных территорий А с повеличением температуры класс пожарной небеспеки может узрасти Отповедно, будет увидено заборона 33-й Международный фестиваль Мастацтва у Славянской базару Ветебску Стартовал 9-го лепеня с 10-го музычного конкурса и театральных встреч А уже завтра 11-го лепеня отбудется официйное открытие форума На им зберутся представники 33-х краин А у конкурсных программах заявлены выступления выканалцев с 22-х держав А кроме того, в рамках фестивалю 20 раз пройдут Дни молодые Я не зберутся тысячи активных, талиновитых и кроативных работ из всей краины А так само представников молодежных организаций краин-суседок Гродишна, як и что год, планую принять самую активную делу этой падеи У Ветебск отправится молодзевая делегация региона у складе коля 100 активистов БРСМ Под обязанности у рубрацы комментарии дня Дни молодежи состоятся 11-12 июля В рамках которых очень много интересных проектов, программ запланировано В основном, конечно, мероприятия также носят тематику 80-летия освобождения Республики Беларусь От немецко-фашистских захватчиков Именно этому событию посвящено очень много мероприятий Такие из них, как форум «Семей освободителей», где молодые семьи соберутся со всей Республики Беларусь В рамках форума вспомнят, конечно, своих дедов, прадедов Тех, которые воевали, которые, может, и не вернулись Те, кто все-таки внес большой вклад в победу и в освобождение, конечно, нашей Республики Беларусь Дальше у нас будет посвящен также этой тематике песенный конкурс «Солдатский конверт» Он носит такое название Тоже наша молодежь будет принимать в нем участие Там участвуют и свои собственные авторы песни, патриотические и уже известные песни Поэтому будем рады и, конечно, надеемся на победы наших участников Но утро 12-го числа начнется с возложения цветов памятнику Там три штыка такой памятники есть Там ежегодно проводится тоже в рамках дня молодежи патриотической акции «Беларусь помнит» Там же пройдет и марш освободителей Где наши ребята пройдут с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне Также состоится марш-парад всех участников и участников творческих наших конкурсов Которые придут уже непосредственно на открытие наших дней молодежи Которые остаются у концертного зала «Витебск» В дальнейшем целый день насыщенный будет проходить основной такой наш конкурс «К дня молодежи» огонь молодежных талантов Он разделен тоже на несколько номинаций Это будет и огонь уникальности, где ребята могут показать себя в различных сферах Вот у нас интересный дизайнерский показ будет Также огонь голоса и огонь танца Тоже у нас ребята с разных коллективов Кто-то самостоятельно заявлялся Кто проходил у нас уже в наших конкурсах областных отбор Поэтому всех победителей, всех, кто отправил заявки, мы отобрали И вот порядка 100 участников готовятся уже к принятию участия непосредственно в этих конкурсах На Славянском базаре «Витебск» Также изюминкой новшества в этом году состоится такой интересный турнир «Сила в команде» Турнир по мини-футболу Где тоже наши спортивные ребята покажут, поборются за победу Вот в таком интересном конкурсе «Сила в команде» Ну и уже непосредственно 12-го числа, ближе к вечеру Будут подведены итоги всех конкурсов И на таком символическом закрытии Дней молодежи Будут определены победители И, конечно, ждем интересных выступлений от наших гостей и партнеров Ежегодно мы принимаем участие в Днях молодежи на Славянском базаре И с радостью хочется сказать, что наша молодежь действительно талантливая, уникальная И занимает довольно-таки призовые места в различных конкурсах И с года в год мы принимаем участие в этом конкурсе И каждый год гордимся нашими победами Действительно, наша молодежь на ограничении очень спортивная, творческая Развита в абсолютно всех направлениях И с радостью принимала участие в, скажем, таких отборочных мероприятиях Когда нужно было предоставить заявку Они звонили, интересовались, как можно попасть, что лучше, какой номер отрепетировать Узнать, какие будут члены жюри, чем можно их покорить Поэтому действительно они готовились и готовятся каждый год к этому конкурсу И стоит отметить, что такие дни молодежи на Славянском базаре Конечно, где собирается молодежь со всей республики И проходят очень яркие и насыщенные мероприятия Куда приезжают и гости с разных наших дружеских стран И, конечно, ребята в рамках этого фестиваля знакомятся Находят своих друзей, знакомых, единомышленников И это тоже такой важный момент для сплоченности нашей молодежи в Республике Беларусь Вечно живее, квитнее Беларусь Гэтая, вядома усім слова, из Державного гимна Беларуси Сталина звайобластной выставы, декоратуна прикладного и выявленчика мастацтва На якой представлены лепшая работа однайменного конкурсу Промеркованного до 80-ти годя вызволения Беларуси Их ауторы же хары при нема нерозного взрослого Однако усих объеднала любовь до творчасті тема войны И заховання памяти про героев и ахвяр великой чинной Яна адлюстравана про срозные техники и материалы Каже Вольга Борисевич У выставочной зале областного методичного центра народной творчасті Каля 200 работ 175 ауторов з усіх кутков Приньоманского краю Яны были выбраны за маль 300 досланных на удел У отборочным туре областного конкурсу Вечно живее, квитнее Беларусь Большинство работ выполнены в технике живописи Это гуаш, туш, смешаные техники Также представлено соломкоплетение, аппликация, керамика Очень большое количество, разнообразное количество техник Кожная работа уразила журы не тольки техникой, а ле и падачей военной темы Тут и фронтовые эпизоды, партизанское житё и хатынь со своими сёстрами И вязнь в концлагерах Калі глядиш на їх саму по собі, узникает чування, что такое нелега забыть Коль кіп 10 годів не пройшло пасля Великой Айчынной Перепоўняють емоции, калі позірк падая на работы за длюстраванням Сустрэчы солдат-перамоги з родными, або на поштовке воинам-вызвалителям Каждый автор был особенный, каждый автор представлял свой мир, свое, возможно, не воспоминание, а свое представление о войне Именно поэтому каждая работа уникальна и интересна, и зрители, которые придет на нашу выставку, обязательно это оценят Особное место на выставе займая тема «Миру» Некаторы авторы у своих работах выделили почесное место и аго символу – голубу Тему «Миру» яны раскрывали и про символ Беларуси – бусла Ёны соломы из древа и вышиты и на вытянанках Разом с вязковыми городскими пейзажами, які так само представлены на выставе, гэты аптушки дають упевненность, что у нашей країні будзе спокойна и далей Нельга не звернуть увагу и на работы с философским зместом Треба зауважить, что глубокий сенс мая кожный замаль 200 выставочных экспонатов, але не которые примушают серьезно поразважать над задумой автора Як приклад работа Гроденки Эллины Ягоровой Уже ее назва «Житё протягивается» спиняя наведвальников, а коли начинаешь разглядать детали, знаходишь символы У руках 13-годовой девчинки глина и палива набыли гучанне Оно называется «Житё протягивается», потому что маги символизируют продолжение жизни, свободы Я делала ее из глины, а также покрывала глазурью Побимо маков тоже можно увидеть дерево и колючую проволоку Проволока символизирует отголоски войны Маки пробиваются через всю эту перену невзгоды, трудности Поэтому я и назвала эту работу «Житё протягивается» «Званы хатыни, бою небе, лист с фронту, рэха войны» И тут же мы не забудем «Вечная слава героям», «Гэтых дён не змог не слава» Назвы конкурсных работ на выставе «Бытцам супредстояния чорнага и белага» «Зла и добра» Каб никто не был забытый, неводная сторонка истории нашей краины не была переписана Цей выкраслена, иначе и быть не может Сучасное поколение и все наступные повинны ведать про военные подеи И помнить, якими были амальчатыры годы великая и чинной И яким не простым отрымался шлях до перемоги И на геттемусе раз витваемся усягу доброго Редактор субтитров А.Семкин Кушать сверх 11 липеня У областным центры чакается маловоблачное надворье Без истотных опадков Раницей слупок термометра покажа, каля 24 градусов тепла Днем да плюс 32, а вечером да плюс 27 градусов Ветер пауднево-усходний, ад 2 до 6 метров на секунду Атмосферный тиск 752 миллиметры ртутного слупка Бельготнасть па ветра, каля 60% у Раницей, 36% днем и 64 вечером З уликам усіх метеорологічных дадзіных Атшуваемая температура па ветра на працягу дня Будзе вагацца ад плюс 23 до плюс 33 градусов У районных центрах 11 липеня надворье буде наступным У Великой Бераставіцы і Свіслачы, каля 25 градусов тепла Раницей да плюс 33 днем і да плюс 27 вечером Маловоблачна, без опадкаў Ветер пауднево-усходний, ад 2 до 6 метров на секунду У Зельве, каля 24 градусов тепла Раницей да плюс 32 днем і да плюс 28 вечером Маловоблачна, без опадкаў, ветер пауднево-усходний, ад 2 до 6 метров на секунду У Зельве, каля 24 градусов тепла Раницей да плюс 33 днем і да плюс 30 вечером Маловоблачна, без опадкаў, ветер пауднево-усходний, 2 до 6 метров на секунду У Лидзі, Ілзі і Дятлаве, каля 23 градусов тепла Раницей да плюс 32 днем і да плюс 29 вечером Маловоблачна, без опадкаў, ветер пауднево-усходний, ад 2 до 6 метров на секунду У Воранове, каля 22 градусов тепла Раницей да плюс 31 днем і да плюс 28 вечером Маловоблачна, без опадкаў, ветер пауднево-усходний, 2 до 6 метров на секунду У Астравцы, Ашмянах, Смаргониў, Каля 22 градусов тепла Раницей да плюс 30 днем і да плюс 27 вечером Маловоблачна, без опадкаў, ветер пауднево-усходний, 2 до 6 метров на секунду У Новогрудку, каля 22 градусов тепла Раницей да плюс 29 днем і да плюс 27 вечером Маловоблачна, без опадкаў, ветер пауднево-усходний, ад 2 до 6 метров на секунду Емагнитная ситуация ў четвер 11 ліпеня будзе даволі спрыяльной Сонечная актыўнасть не перавысіць ў зроўню невелікіх емагнитных хваляваннеў Узыход солнца ў 5 гадзін 9 хвілін, заход ў 21.50 Светлавы дзень ў Параўнанни с Сирадой поменьшыцца на 2 хвіліны і складе 16 гадзін 41 хвіліну У четвер 11 ліпеня па народным календары рухомы прысвятак Десятнік Четвер на 10-м тыдні пасля Велікадня У некаторых мясцовастях на Десятнік не працавалі ў полі і агародзе, каб град не пабіл ў раджай А крамя таго адзначалася і сталая дата – Крапівнік Гэта перэдзень Петровскага свята У старажытнасті купальскі святкаванні цягнуліся аж до Пятра Таму на Крапівнік працягвалі ладзіць вогнішчы Вадзілі карагоды, спявалі песні, вісяліліся аж до ранку Назва Крапівнік з'явілася таму, што па народных вераваннях гэта апошній день, калі можна було нарыхтовуваць Крапіву Пасля яго рослина нібы тратіць свае гаючыя якасті Наші проткі выкарустовувалі Крапіву не толькі ў ежу, але і як лекавы і косметычны сродак Па православным каліндары 11 галіпіння іменіны ў Єрмана, Івана, Кіра, Паула і Сяргея У каталікоудзінь анёла адзначаць Вольга, Ян, Каліна і Пелагея Дякую за перегляд!